I have ways of blowing things off. сбежали потому что начала приближаться тварь и духовный томас остался чтобы защитить нас но до того как мы сбежали мы просидели на кухне часа 23 рассказывая всю эту историю так вот вот это мне немножечко в голове пока не укладывается на фига мы столько времени тратили на рассказы на посиделки на пить ячейка на выкуривание сигареток когда в последний момент чтобы на чтобы сбежать пришлось оставить там этого томаса ну хорошо ладно не будем про это рассуждать первое второе может ли такое быть что реальный томас до сих пор жив то есть скорее всего да я так и не перепосмотрел не пересмотрел первую серию мне кажется по моим нынешним соображениям что нам звонил томас обычный реальный томас который здесь остался и дело его жизни было поймать вот этому поскольку он лишился своего духовного духовного образа духовный образ был в заперти внутри генри поэтому томасу нужен был фрэнсис потому что фрэнсис тоже был ясновидящим и фрэнсис и томасу нужен был хотя бы один ясновидящий под рукой для того чтобы справляться но это одно окей с этим у меня по крайней мере пока все сложилось каким образом лили может быть еще жива вот этого я не знаю прошло очень много лет что мне снилось это еще раз шла тысячу раз шла по этой дороге во сне я знаю здесь каждый камушек но это раз что-то изменилось я уже близко это чувствую очень четко чувствую и 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 Я не знала. Я не помнила, прости я. Ничего, так даже лучше. У тебя хотя бы была нормальная жизнь, пусть не долго. Нормальная жизнь, детдом, издевательство, выгонение из школы. Нормальная жизнь. Хм, да. В тот день, когда наш дом загорелся, у меня заключила сделку. Кстати, амулет такой же. Ну, зеркальный. И измученная часть моей души вырвалась на свободу. Ты про то чудовище? Ну зачем? Спасти тебя. Оно помогло нам спастись, но взамен я должна была ее освободить. Чтобы оно пожирало. Разрушало. Убивало. Резня в доме Нива. Да, те люди умерли, чтобы мы выжили. Чисто технически, да. И вместе со мной выжили мои демоны. Отец знал, что мои силы опасны. И он оставил тебя в больнице, чтобы дать тебе шанс на нормальную жизнь. Он уехал в больнице, так что ты могла иметь нормальное жизнь. А что и ты? Он пытался? Нет. Хотя, может быть, и стоило. Но он не смог это сделать. Вместо этого он запер меня. Вместо этого он запер меня. Хотя так он только отсрочил неизбежную. Монстр вырвался на волю. А теперь ты здесь. И только ты сможешь все исправить. Ну, получается, смерть печальки — это... Знаешь, мы обе унаследовали не только Дарвакса, но и его судьбу. И сон. И мечту, возможно. Я думаю, мечту. Мечту? Но... Мне снится только девочка, которая убивает, но это... Но это... На этом сам Пирси. Это ведь ты. Хотя, возможно, сон. Разве этого не произошло? Нет. Нет. Так, значит, сон нельзя рассматривать... Ты видишь не прошлое, ты видишь будущее. В том сне то, чего я жду. Это что я хочу сделать. А-а-а... Эта штука здесь. Или здесь? Что? Я конец всего. Ну, да, эта фраза была значимой, потому что ее постоянно произносят тварь. Да! Ты не можешь узнать дух, пока жив сам человек. Вот почему ты так и не смогла убить монстра. Вот почему печаль не хотела уходить. Это же моя сестра. Вот почему это должна сделать именно ты. Мне не хватит сил. Монстра мне не позволит. Стреляй! Ты ее не знаешь вообще! Только ты можешь положить всему конец. Только ты можешь сделать то, с чем не справился отец. Я не могу. Пожалуйста, не заставляй меня. Прости. Единственный способ избавиться от него и остановить череду смертей. Вы сейчас дозвездитесь, и он придет. Марианна? Что происходит? Он здесь, я же говорил! Старый костюмчик. Теперь слишком маленький и тесный. Дайте я нажму, я хочу выстрелить. Я из него выросла. Она мне не нужна. Будет новый костюмчик. Свет. Его почти не осталось. Еще не совсем темно. Но это ненадолго. Ты ошибаешься. Есть еще один способ. Ты не будешь с тебя стрелять! Нет! 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 Я хочу ее убить! Что она делает? Это ничего не изменит. Ничего! Как ты сказала, это твой единственный шанс. Не так ли? Тебе нужен медиум. Достаточно сильный, чтобы тебя выдержать. Тебе нужна я. Других не хватало надолго. Мариан, не надо. Мариан, не надо. Пожалуйста. Прости, но это не тебе выбирать. Я хочу выбрать! Я игрок! Это все моя жизнь! Нет! Это все моя игра! Нет! Остановись! Не надо! Пожалуйста, сестренка, освободи меня! Дайте мне выбор! Нет! Не подходите! Я конец всего. Я конец всего. Но это понятно. Это должна сделать ты. Это должна сделать ты. Но никогда... Ты не доведешь дело до конца. Только ты можешь положить конец всему. Всех не спасти, бабочка моя. Дайте мне выбор. Черт. Ладно. Тогда просто принимаем ту историю, которую нам подали. Все началось с мертвой девочки. Ммм. Это худшее, что вы могли сделать с концовкой. Черт! Нет, блин. Это худшее, что вы могли сделать с концовкой. Как можно было все так просрать? Я дождусь конца титров, потому что, возможно, будет сцена после титров. Возможно, будет хотя бы что-то. Я хочу узнать. То есть я понимаю, что так или иначе все закончится. Или мы убиваем сестру и изгоняем тварь, или мы убиваем себя, и сестра продолжает жить, и вот эта тварь продолжает жить и убивать людей, пока сестра не сдохнет через сколько-то лет. То есть это было бы худшее, например, из развития, если убить себя. Во-первых, нам не дали выбора. Хорошо, я... Я могу понять тот момент, когда нам не дали выбора. Но почему нам, в принципе, не показали, чем все это закончилось? Это важно! Это кульминация! К этому все шло! Ладно, ребят, давайте посмотрим... Я не хочу разговаривать сильно сейчас, ну, не хочу подводить итоги под финальную песню. Давайте я подожду конца титров, если будет какая-то заставка, я вам ее включу, если нет, и мы подведем итоги после этого. Что там? Что там? Что там? Да! Что там? Она не хочет выдержать, показали нам томасом показали томаса и кстати изменилась у нас заставочка в главном меню вы ни разу не видели но она изменилась до этого была другая показали нам томаса очень с очень интересной точки зрения потому что вокруг был духовный мир а томас и часы вроде как были настоящие и вот это опять же фишка ну не закрытая арка с томасом то есть он жив и жив что как он же вроде нам звонил но что произошло с ним мы узнали что произошло с фрэнсисом мы узнали про нашу сестру мы узнали что происходит с нами мы узнали практически все но история с томасом не закрыты возможно это задел на вторую часть возможно какой-то клипхэнгер то есть я рассчитывал на некие ответы в сцене после титров но получил еще больше вопросов хорошо ребят насчет игры насчет игры это если я не ошибаюсь та же самая студия которая делала лэйр сафир 1 2 и лэйр сафир так-то мне понравились довольно сильно понравились очень многие кто там плевался от этой игры не знаю мне не понравились эти игры но фишка в том что они бродилки то есть ты ходишь пугаешься скримачат тебя ты открываешь сюжет записки то есть все то же самое что и здесь здесь они решили очень сильно сделать заказ под resident evil не знаю почему что им в голову стукнуло но фиксированная камера как в первых резидентах потом у нас есть стелс у нас есть ну то есть какая-то интерактивность до этого ну то есть в лэйр сафир было просто побродить и убежать а здесь у нас добавили стелс и добавили ну насчет загадок кстати они тоже очень сильно похожи на резидентовский вот это еще одна отсылка такая то есть очень много вещей которые говорят смотрите мы резидент его но нет вот значит что здесь хорошо хорошо здесь сюжет бесспорно вообще 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 безукоризненно то есть он очень прикольный он держит тебя он заставляет твой мозг работать выдвигать гипотезы размышлять над тем что ты делаешь как ты делаешь обыскивать углы находить записки связывать думать а кто ты а почему ты это сделал это происходит всю игру это происходит всю игру и даже к концу игры когда мы пришли к определенным умозаключениям это было так это было так игра все равно нашла способ лично меня удивить ребят если вы знали изначально что она разговаривает с томасом ну блин я вам просто жму руку потому что ну вы очень круто догадались честно я до этого не допер и я сейчас не вижу где у нас были предпосылки думать о том что так могло бы случиться хорошо то есть с точки зрения сюжета с точки зрения как все здесь развивалась и как она все взаимосвязаны и сплетено и вот это все сделано очень круто серьезно мне очень понравилось теперь с точки зрения геймплея вот эта сраная фиксированная камера ее можно было сделать хорошо то есть я не говорю что фиксированная камера это плохо нет у нас есть игры с фиксированной камерой которые классные которые прикольные причем есть старые есть новые это идея неплохая ее оформление в этой игре просто ужасные отвратительные то есть так как здесь сделано очень часто ты не можешь разобрать и куда тебе идти ты зацепляешься ногами за те детали которые ты физически не видишь ты хочешь куда-то пройти но блин ты чешся в стенку пока ты это обойдешь пока ты это вот к тому же за счет того что угол камеры постоянно меняется очень часто случается такая фигня ты например нажимаешь идти вперед угол камеры меняется и твое вперед становится в бок и у тебя персонаж опа и начинает упираться в стену пока ты не изменишь направление ходьбы это раздражает и это также раздражает во время побегушек хорошо побегушек было не так уж и много и я должен сказать что они были довольно нормальными так что на побегушке гнать не буду а просто исследование мира очень сильно напрягает именно по этой теме потому что камера сделано просто отвратительнейше то есть можно сделать фиксированную камеру хорошо или можно сделать камеру за головой так как она типа в большинстве игр хотите выделиться хотите сделать не как у всех хорошо ребят но сделайте это правильно чтобы это не бесило и не раздражало потом управление управление да они честно предупреждают что в это лучше всего играть в наушниках и на геймпаде на в наушниках я понимаю почему эта атмосфера я не играю на геймпаде в такие игры ребят и геймпад это для файтинга геймпад это для платформера в геймпад для таких вещей в такие игры мне неудобно неприятные у неуютно играть на геймпаде вы вполне сделали управление на клавиатуре сделайте его комфортным для клавиатуры почему у меня 154 действия под четыре пальца при этом мышь абсолютно не задействована и на мыши у нас работают две кнопочки которые нажимаются одним пальцем почему бы не распределить например бег ходьбу затаяние дыхания почему бы не сделать это по-человечески я считаю что это просто лень разработчиков которые так черту не будем думать про клавиатуру сделаем на геймпаде продадим это на консолях и все а те кто будут играть на компьютерах но мы честно прилепим для них плашечку в это лучше играть на геймпаде и не будем заморачиваться вот так вот вот в общем то это первый такой звоночек это называется халтура и халтуры здесь к сожалению очень много в чем еще проявляется халтура игра пустая офигеть какая пустая то есть нам дают записки нам дают открыточки и нам дают некие предметы причем в первой сцене когда мы находимся в квартире джека предметов много их можно исследовать их можно крутить смотреть она их комментирует на протяжении всей игры предметов мизерное количество то есть ты ожидаешь что ты подойдешь к полке и найдешь там что-то посмотреть фиг там ничего и такой облом тебя ждет очень 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 часто мне кажется что это вторая второе такое место халтуры просто не дорисовали очень много чего что могло бы украсить этот мир сделать его ярче лучше сочнее больше комментариев больше деталей чтобы мы прониклись как-то к персонажам потому что честно получилось суховато в третьих это как бы механики игры как таковые то есть есть механика интуиции нахождение по интуиции есть механика вот этого прохождения от в отрыве от тела да они есть но не так редко применяются так мало этого всего и ты серьезно на полном серьезе просто забываешь что они существуют ты пытаешься решить какую-то головоломку она завязана на какой-то механике который ты последний раз пользовался часа три назад и такой еще что делать а да точно тут уж тут же можно вот так вот и за счет этого пару раз я застревал в загадках не потому что я туплю а потому что блин вы сделали механики но потом ими не пользуетесь вначале нас обучают вот это нужно подумать вытащить здесь вот это нужно так 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 делайте это чаще чтобы игрок не забывал что они в принципе здесь существуют это у нас также к так ко второму пункту что игра очень бедненько заполнена и очень мало сюда всего насыпали они очень сильно перекликаются поэтому если я наверно если скажу что использование болторезов у нас здесь было больше чем использование интуиции я не совру потому что механику с болторезом напихали и причем надо не надо там первые моменты были когда открывать двери да это надо моменты чтобы открывать шкафчик но какая мне разница подойти и открыть шкафчик или подойти разрезать болторезом и открыть шкафчик Мне же не надо искать болтарь из лет, вон у меня уже есть. Короче, это было сделано просто для того, чтобы ты лишний раз кнопочки потыкал и поощущал, ой, я играю. Немножечко неправильно, на мой взгляд. В общем-то, как по общему итогу, было сделано довольно ленивенько и довольно непрофессионально, как по мне. Могли бы гораздо лучше постараться, могли бы гораздо лучше сделать. Эта игра была сделана исключительно для продажи, а не потому, что этот проект кто-то любил, холил и лелеял. Нет, это собрались ребята, сказали, так, вот идея, давайте склепаем, быстренько продадим, срубим баблица, выглядит красиво, на консолях люди купят, все хорошо, все нормально, все, разошлись. Никто в этот проект не вкладывал душу, никто не старался сделать его каким-то крутым, запоминающимся. Он очень вторичен, к сожалению. Единственное, наверное, кто здесь постарался, это сценарист или сценаристы. В общем, те люди, которые работали над историей, потому что история полностью вытягивает эту игру, без истории этой игры вообще бы не существовало. Могу ли я вам посоветовать эту игру? Да. Я могу вам посоветовать эту игру, как минимум на одно прохождение точно она потянет, если вы не смотрели его у меня, конечно, если вы смотрели, вы знаете истории, вам в этой игре делать больше нечего, но это дилемма всех людей, которые смотрят прохождение. Поэтому посоветовать я могу на одно прохождение, да, но со всеми вышеперечисленными ограничениями и отрицательными сторонами. Я не могу сказать, что это какая-то классная, шедевральная, хорошая игруха, она, она хорошая, такая, середнячок. Сюда приходишь за историей, ты ее получаешь, все остальное тебе приходится терпеть по ходу, вот как это все выглядит. Все, ребятушки, на этом Медиум у нас заканчивается. Дальше нас ждут другие игры, другие проекты, в которых мы с вами, конечно же, и встретимся. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек и всем пакеда. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok